Также есть ряд интересных объектов, которые появляются на песке. Это удвоитель маны. Вот у нас с вами сейчас 20 маны. Если мы посетим его, мы удваиваем. У нас уже 40 маны. В 2 раза больше, чем могло бы быть. И вот этой клеточкой тоже можно удваивать ману. Но уже для другого героя, например. То есть это двухразовый объект. Когда с этой стороны мана уже использована, она не будет больше удваиваться. А с этой стороны, если никто еще не удвоил, видите, не посещено, а здесь посещено. Вот там, где не посещено, можно еще посетить. И за этим нужно внимательно следить. Если вы заметили, что соперник удвоил себе ману, запоминайте, с какой стороны он ее удвоил. Потому что с другой стороны еще удвоитель маны может работать. И может быть вы сможете со своей стороны его использовать. Такой маленький тактический момент. Но он в какой-то момент может очень сильно вам помочь. Потому что вы не только пополняете ману, но и удваиваете. Вне зависимости от того, сколько у вас маны было до этого. Также есть такой вот объект пирамида. За победу в котором вам будут давать случайное заклинание пятого уровня. Вот такая вот охрана у пирамиды, которую нужно еще постараться пробить. Пробивка далеко не самая простая. Ну и понятное дело, что этой армией пробить такую охрану при всем желании не получится. Также ману, кроме удвоителя маны, который мы с вами рассмотрели, можно через магический колодец пополнять, через гильдию магов, отстроенную в городе. Но для начала, чтобы нам, перед тем, как пополнять ману, нам не мешало бы сначала ее где-то потратить. Вот давайте с вами немножко скупимся. Поедем, повоюем. Пускай это будут зомби, почему бы и нет. И смотрите, у нас 30 маны сейчас. Берем волшебную стрелочку. И поехали волшебной стрелочкой убивать эту армию. Еще разочек. Можно уже добивать. Мы с вами знаем, что у нас здесь есть, где пополнить ману, поэтому мы можем ее абсолютно не экономить. Так, и смотрите, у нас осталось с вами 10 маны. Как мы ее пополняем? Заезжаем в колодец, и снова у нас все 30 маны. Давайте потратим ману еще раз. То есть, играя за магов, можно, видите, даже своей армией особо не воевать, а все делать магией. А вот воинам сильная армия, она очень сильно нужна, поскольку с маной и с серьезной магией обычно там большие проблемы. Смотрите, у нас осталось 18 маны. Давайте перейдем на следующий ход. Заезжаем внутрь города и попробуем здесь переночевать. Смотрите, было 19 маны. Каждый ход восстанавливается одна единица маны. Что у нас по мане стало в итоге? 20, то есть на единичку увеличилось. Мана полностью не пополнена, поэтому давайте отстроим гильдию магов. Останемся здесь переночевать. И теперь только, смотрите, стало 30. Поэтому можно автоматически пополнять ману до максимума. А максимум зависит от ваших знаний. Если знания 3, то максимум маны будет 30. То есть добавляйте нолик в конце. Но есть еще один навык, который позволяет увеличивать количество маны еще больше. Он называется интеллект. Базовый интеллект, если вы его прокачаете вашему герою, он будет добавлять 25% к максимальному количеству маны, продвинутый 50 и экспертный на 100% увеличит. То есть если бы здесь экспертный интеллект был, здесь у вас максимум маны могло быть уже 60. Это тоже довольно-таки интересный момент. Еще, ребят, хотелось бы вам рассказать довольно интересный момент, который в свое время на стриме мне показали Ника Стар и Тимбукту. Они, в свою очередь, тоже у кого-то на стриме увидели. Ну и, в общем, этот интересный момент, я думаю, должен знать каждый новичок, да и не только новичок. Связан он с еще одной возможностью удваивать маны. И как эту ману не профукать. Смотрите. Есть у нас какой-то стартовый город. И мы направляем армию с него на захват другого замка. Вот Теодор у нас набрал армии, добрал себе очков перемещения и побежал захватывать город. Передает по цепочке армию еще дальше. Дальше уже именно Айн начинает ехать. Но главный герой у нас, например, Теодор. Именно его мы качаем, он у нас главный. И вот она едет, она захватывает этот город, строит гильдию магов и садится внутри города. И на этом моменте я, пожалуй, сохранюсь. Потому что здесь начинается самое интересное. Делаем следующий ход. Даже не так, ребят. Даже не так. Допустим, этого героя внутри никак не было. И мы делаем здесь удвоитель маны. После того, как удвоитель маны построен, он срабатывает всего лишь один раз в неделю для того героя, который заедет внутрь. Если у нас внутрь заедет Теодор, для него срабатывает удвоение маны. Смотрим, у него вместо 30 маны стало 60. Если сейчас заедет Теодор внутрь. Где она у нас? Вот. Смотрите, видите, удвоение не срабатывает. Но это удвоение начнет работать с начала следующей недели. Также есть еще один интересный момент. Это если было построено без города. Мы с вами рассмотрели вариант, когда был построен удвоитель маны без города. Поэтому мы с вами пропускаем ход и у нас внутри города есть два героя. Один находится внутри города, второй снаружи. Внимание, вопрос. Если мы сейчас построим удвоитель маны, у кого удвоится мана? У героя, который внутри города или у героя снаружи? Конечно же, у героя, который внутри. Поэтому, если мы хотим, чтобы удвоение сработало для Теодора, он должен находиться внутри города. Садимся внутри города. Срабатывает удвоение маны. Смотрим. У Айен осталось точно так же 30. А у Теодора стало уже 60, а не 30. Таким образом, удвоение маны перешло Теодору. Но, ребят, даже это еще не все. Это мы с вами пока что стандартные моменты оговорили. А вот теперь остается у нас герой внутри города. Лошок, Саппорт, Таракан. Там по-разному, в общем-то, называют вспомогательных героев. Неважно. И мы с вами по каким-то причинам там бегаем, занимаемся своими делами и так далее. И ждем, пока пройдет неделя, чтобы можно было взять, да, и удвоить ману. Тут как раз-таки надо будет действовать очень и очень осторожно. И для этого момента надо, чтобы у вас было минимум 2 города. Если у вас будет 1 город, ничего у вас не получится. Только с 2 городами можно этот момент реализовать. Итак, наступает 2 неделя. Идет напоминание про Редраж. Мы с вами еще раз сохраняем игру. И теперь смотрите. Если мы зайдем сразу в темницу, удвоение маны срабатывает для героя этого. И когда уже наш главный герой заедет внутрь города, никакого удвоения маны ему не будет. Как же жаль, да? Вариант другой, вы скажете. Так зачем ты сразу заходил в город? Заедь Теодором. Давайте попробуем. Смотрите. Теодор заезжает. Срабатывает удвоение маны. Для него сработало. Для героя, который находится внутри, тоже. Но мы знаем, что у этого мана была уже удвоена до этого, у Теодора, когда он находился еще снаружи на первой неделе. А у этого героя нет. Поэтому автоматически, когда вы зашли в город, все равно мана удвоилась именно для героя, который находится внутри города, а не снаружи. Точно так же как при постройке вихря маны срабатывают для героя внутри, а не снаружи, если героя в этих два. Точно так же и когда вы входите каким-то героем внутрь, либо же заходите просто вот так вот сюда, внутрь города, точно так же срабатывает для героя внутри. Внимание, вопрос. Можно ли пополнить ману все равно для главного героя, а не для того, который сидит внутри. Оказывается, ребят, что можно. Для этого нужно провернуть следующую небольшую махинацию. Смотрите. Дело в том, что ни в коем случае нельзя заходить в этот город темницы. Заходите в любой другой город, который у вас есть. В любой. И здесь у вас можно листать разные города, между собой, нажимая на них. Так вот, перейдите на окно третьего города. Смотрите, мы переходим на окно третьего города, которым у нас является темница, и удвоение маны еще не сработало. Смотрите, у нас все еще 30 маны. То есть, если заходить через окно другого города в этот город, удвоение маны не сработает. Более того, мы, видите, выходим и наружу, и внутрь, и никакого удвоения маны нет. Выходим из города. Герой выходит, проверяем. Мана все еще не удвоена. В этот момент главный герой заезжает внутрь города и удвоение маны сработало бы для него, если бы у него уже она не была удвоена. таким образом вы можете все равно сделать удвоение маны. Самое главное поступить именно таким образом. Или мы можем с вами даже взять какого-нибудь героя для наглядности пригнать ту же ризу, чтобы мана все-таки пополнилась для нее. совсем чуть-чуть ей не хватило. Так, где у нас риса? Вот, она заходит, ей мана удваивается. то есть удвоить ману тому герою, для которого она уже удвоена никак нельзя. Вы не сможете бесконечно себе ее удваивать и удваивать до бесконечности ни в коем случае. Но сберечь удвоение маны для какого-то героя, для которого она еще не удвоена, вы можете таким образом. Надеюсь, что данный момент вам тоже когда-нибудь пригодится и принесет вам победу или, по крайней мере, сделает игру более интересной и более конкурентно способной. КОНЕЦ